Понимаете? Вот и все. Конец предложения. Вот я столкнулась с тем, что я уже давно в Mary Kay, я понимаю, о чем идет речь. А когда я разговариваю с человеком, ему кажется, что я вот что-то хочу ему втюхать, что мне нужно его просто подписать, я с него там что-то буду иметь. Но вот про карьеру, ну, не понимают, что вот это вот действительно какие-то возможности, еще что-то. Что можно путешествовать, можно... Ну, просто кажется, что вот набор слов, которые я выдаю, с одной только корыстной целью, лишь бы вот тот договор подписал. Так, понятно, хорошо. Очень хорошо сказали. Нет у меня таких... Уже у меня нет таких мыслей, в том-то и дело. Если раньше, может быть, я сама где-то сомневалась, то сейчас у меня в голове там все выстроено. Супер. Только вы не понимаете, почему они так думают, да? Ну да. Вы им желаете добра, а они почему-то думают, что вы их не хотите. Нет, я понимаю, потому что мне вот сейчас все говорят, там, подруги, что... Да ты что, у людей денег нет, такой кризис, ты куда вообще, куда? Я говорю, да какой кризис? Вон полные магазины народу. Все ходят, что-то покупают с сумками, там, машины, пробки постоянно. Столько денег вообще везде. Но почему-то, вот когда речь заходит о карьере в моряке, сразу кажется, вот все, кризис вообще капец. Супер. Супер. Отлично. Очень хороший пример, спасибо. Кто сейчас хочет себя протестировать, да? Я вас попрошу мне провести бизнес-интервью. И вы, и я вам сразу скажу, что у вас не так. Кто хочет? Немножко, несколько минут позора. Все хотят меня позориться. Зато на всю жизнь вы получите урок, да? У вас у всех одна и та же, одна и та же ошибка. Если вы сейчас ее выявите, вы сразу поймете. Я вам гарантирую. Я хочу. Да, давайте. Проводите мне бизнес-интервью. Я пришла. В принципе, у меня есть такой, как бы, такой был интерес нам, как бы, на подписку. И вот я пришла на бизнес-интервью к вам. Прямо начинайте. Здравствуйте, Юлия. Очень приятно, что вы нашли время встретиться со мной. Спасибо. Мы с вами хотели обсудить бизнес в компании Mary Cake. Возможности, которые может вам предоставить сотрудничество с компанией. А как можно подписаться? Какие там условия, варианты? Да, подписаться, в принципе, легко. Там вы делаете определенный заказ. А на какой сумме заказ? Заказ от 3200. А, ну это прилично. Но это самый минимум. Лучше, конечно, вам сделать заказ примерно на 10 тысяч. Тогда вы получите очень много продукции в подарок. Но это даже не главное. Скажите, пожалуйста, почему вы решили связать свою жизнь с компанией Mary Cake? Подписать договор. Ну, я как бы не решила связать свою жизнь. Я просто хотела узнать вообще, какие скидки. В принципе, вроде неплохая продукция. На классе я попробовала. Я вот думала, какие условия, чтобы ее подешевле брать. То есть вы только рассматриваете возможность покупать продукцию? Да, я только для себя продукцию брать и все. А вот что касается карьеры, заработка, не только на скидку, но и на какие-то другие? А, нет, спасибо. Я педагог, работаю, я преподаю в университете философию. А у меня нормальный заработок, и я продавать кому-то, нет, спасибо. То есть вам на все хватает денег, да? И на путешествия, и на квартиру вас устраивают ваши жилищные условия? Ну, я бы не сказала, что они прям меня супер устраивают, но, в принципе, так хватает, у меня нормальная зарплата. То есть только скидка, да? Да. А, ну, тогда, конечно, ну, 3200. Отлично, а какая была ваша цель? Я пыталась выявить потребности, где-то вот зацепить, чтобы все-таки человек не просто на скидку пришел, но вот вы как-то сразу меня обрубили. Это классика. Это то, что я говорю, это я беру не из своей фантазии, а из миллионов встреч, которые я веду, да? Это классика. А мы все не попробуем, а потом разберемся. Давай, давай. Вот, может быть, у вас уже будут ответы, да, сейчас, почему люди не хотят на карьеру развиваться, в частности, у Наташи. Да, теперь мы вот еще ситуацию слушаем. Только быстро. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что мы с вами встретились, что нам удалось. Я тоже очень рада. Вчерашний мастер-класс, понравился. Замечательно. Здорово. Ну, хотелось бы с вами более близко познакомиться, немного услышать о вас, вашу историю, я расскажу свою историю. Хорошо. Ну, а что конкретно вы хотите узнать? Ну, вообще вот о вас, о вашей жизни, что вам больше всего интересно в жизни? Интересно? Ну да, что вы любите в жизни? Просто вот какие-то главные моменты, чтобы, ну... Ну, а мы можем вот как бы поговорить о подписке? Я хотела узнать, какие варианты есть подписки? Да, конечно же можем. А какие варианты есть? Понимаете, я представитель компании. Вот. И в свою очередь я рекомендую вас компании, чтобы она подписала с вами договор. И так как, когда вы станете консультантом, мы будем с вами на протяжении вот всей вашей длительной деятельности в компании. То есть пока вы будете зарегистрированы, я несу за вас ответственность. Вот. И мне бы хотелось просто вот, ну, немножко ближе друг друга узнать. Там... Кем вы работаете? Ну, вы же класс проводили. Я работаю... Я преподаватель философии, да, доцент кафедры. Работаю в университете, вот в Академгородке. Живу там. В лесу собираю худнику. Здорово. Солнышко, у меня не так много времени. Давайте ближе к делу. Там какие варианты есть? Ну, хорошо. А скажите, вот вы ассоциируете себя... Вы хотите... Я хочу подписаться, чтобы для себя брать продукцию по какой-то льготной цене. Вы говорили на мастер-классе, что это возможно. Я вот хотела поподробнее об этом узнать. Скажите, а что вы любите? Ну вот, вы любите подарки? Ну, конечно, все любят подарки. Ну, тогда я вам расскажу о возможностях регистрации, то есть, ну, подписания договора с компанией, с которыми вы можете удовлетворить свои потребности, получить массу удовольствия и подарков. Хорошо, какие есть подарки? Вот. Значит, уже сразу расскажите подарки. Ну, ты сейчас планируешь рассказать варианты вступления, да? Так. Нет, у меня был другой план. Хорошо, говори. Говори, говори, говори. Говори, ага. Сейчас. Или что-то я сбилась. Мы сейчас с вами поговорим о стартовых наборах, которые максимально выгодны для вас. И также по мере того мы с вами определимся, да, что бы вы хотели. Вот, и стартовый набор будет зависеть от той суммы, которую вы располагаете. Какой сумма вы располагаете на первоначальный заказ? Сколько вы? А какие есть варианты? Так, ну, варианты есть на 10 тысяч рублей, и варианты есть там за 16 тысяч рублей. И какая вот вам ближе сумма? Ну, а на 10 тысяч это самое дешевое, да, вариант? Мы же рассматриваем тот вариант, как наиболее выгодный для вас, потому что вы получите подарки. Очень много подарков. Хорошо, отлично. Ну, то есть ты уже рассказываешь, да, варианты вступления? Да, варианты вступления, и потом после проговариваю, что после вступления в компанию у нас состоит, предлагаю посетить серию мастер-классов, и совместно там зарегистрируется на сайте, показать, как обучение проходить. Это те же яйца, только в профиль. Получаешь просто жирного пользователя. Это те же яйца, только в профиль. Ты чувствуешь или нет? Я разбилась на карьеру? Нет. Это те же яйца, это то же самое. Просто базовых чуть больше будет. Хорошо, я сейчас упакуюсь, я за 16 тысяч закажу себе все, и потом год не буду делать заказ, пока у меня все не закончится. Вы должны понять, да? Так, хорошо, есть еще кто-то, кто хочет? Нет, теперь давайте подумаем. Вот вы сейчас слушали, как вы сами считаете, да? Почему это происходит? Что-то вот, если бы это с вами так проводили, да? Получается, как будто бы собеседник ведет разговор, а не ты ведешь разговор. Так, почему? Какой-то неуверенный, наверное. Хочется, наверное, сразу как-то вот выбить из зоны комфорта чем-то, вот что-то такое-то, что-то такое сказать, чтобы сразу свою инициативу на себя переключить. Ну вот что такое сказать-то? Потому что понятно, что человек приходит, уже он знает, что можно там за 3 тысячи подписаться, получать со скидкой, и действительно получается, что мы там что-то блеем, а он пропирает свою линию. Так, да. А какая ваша линия? Так, может быть, стоит вначале... Моя-то линия мне не выгодно подписывать для себя, чек, мне выгодно подписывать бизнес-партнеров. И тем не менее, я не чувствую, что это ваша линия, потому что вы очень легко сдаете позиции. Вот стоит мне немножко сказать, и вы сразу сдаете позиции. То есть в конечном итоге, у меня такое ощущение, что все-таки вы хотите подписать новичка. Ну, страшно, что совсем тканет. Вот, 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 вот это, вот это ближе, да, ближе к истине. Ноживки, попы соскочили. Хоть, хоть, хоть на 3 тысячи, да, ну, подпишись, да. То есть, в принципе, я ощущаю просто, да, что вы хотите оформить новичка. А мы же в программе, а потому что, а у меня же там красный джак, вау, круто, я выполняю программу. Все зависит от вашей цели. Все зависит от того, с какой целью вы пришли на эту встречу. У нее есть своя цель. Ну, и у вас есть своя цель. Вообще, дальнейшие все ваши отношения, все это беседа, и как это все поведется, зависит от одного, какая у вас цель. Если у вас цель подписать новичка, найти новичка, вы его найдете и подпишете. У вас есть 13 человек там 10, сколько там, 9 и так далее, да. У вас была цель подписать новичка. Если я иду на любую встречу, у меня цель найти лидера. Понимаете? У меня одна единственная цель. И меня палкой не перебьешь. Как бы вы ни крутились, да, ну, во всяком случае, в пределах разумного, да, потому что, конечно, уже драться там не буду или еще что-то, но в пределах разумного я буду использовать все мыслимые и немыслимые, да, инструменты для того, чтобы мне узнать человека. Я прихожу на эту встречу, мне не надо никого подписывать. Я хочу узнать человека, помочь ему выявить свой лидерский потенциал и рассказать, как, используя его, он может осуществить свои мечты. Это моя цель. Я не знаю, какая ваша цель, когда вы приходите на бизнес-интервью. У меня есть цель, и я буду до упора ее продвигать. Просто у меня другая цель, понимаете? У вас другая цель, а у меня другая цель. Понимаете? Вот как вы отвечали, там чувствовался лидерский потенциал. Человек ценит время. Надо было зацепиться за это, да? Просто изначально, вот смотрите, вот вы хотите подписать ночь, у вас даже разговор по-другому простраивается. Я понимаю, я сейчас какие-то вам могу вещи сказать. А можно с кем-нибудь проиграть? Да, да, я вас проиграю сейчас. Обязательно сейчас проиграю. Но вы должны понять, все свои действия вы должны как бы соотносить со своими целями. Потому что вы здесь сидите, и мама всегда говорит, где ваш фокус, там ваш результат. Если ваш фокус на продажах, у вас будут продажи. Если ваш фокус на привлечении, у вас будет привлечение. Но вы не ищите лидеров, вы не ищите ключевых людей. Поэтому у вас их нет. Не потому, что вы не можете их найти, потому что вы что-то другое себе ставите в цель. И этого и достигаете. Вы хотите набрать 25 человек, пожалуйста, у вас галочки себе ставите и так далее. Понимаете, у вас просто неправильная цель. Понимаете, неправильное направление. Вы же были в Сочи. Кто был в Сочи? Да. Я что вам говорила? Если вы, да, вот это Академгородок есть, а противоположная какая-нибудь есть? А, в смысле? Ну, вот, например, вот если мы отсюда сейчас пойдем, в Академгородок в одну сторону, а в другую сторону там что-нибудь есть? Аэропорт. Вот. То есть, смотрите, да, если вы говорите мне или Ире говорите, да, вы мне сейчас задаете вопрос, да, задаете мне вопрос, как растить ключевых людей, да, и так далее. На самом деле, это вы говорите, Юля, я не знаю, как мне пройти в Академгородок. Честно, я пыталась, но это, а сами постоянно претесь в сторону аэропорта. Я что могу с вами сделать? Я, и вы идете в сторону аэропорта, и мне машете и говорите, не знаю, Академгородок, от меня все дальше и дальше. Что происходит? Вот, смотрите, она задавала вам вопрос, давайте познакомимся, и тра-та-та. Вы говорите, да все, ништяк, я доценткафедрю, у меня хорошая зарплата, мне все нравится. Она раз и срезалась. Честь чего я должна с ней знакомиться. Вот, собственно и говоря, да, и вы такие, аа, что ж мы в душу-то лезем, а что ж она тут, надо перед нами все раскрывать-то будет? Да нет, такие дежурные вопросы. Если у вас цель, как у меня, теперь объясните, что ж вы в душу мне лезете, если у вас, если у меня цель, да? Найти лидера. Узнать человека. Узнать человека. Выявить его потенциал, чтобы помочь ему при помощи возможностей Мари Кей, осуществить его мечты. Понятно, для чего я задаю эти вопросы? Или непонятно? Мне только подписка нужна. О чем сметь? Нет, ей подписка, а мне нужна. Понятно, для чего я задаю эти вопросы? У меня нет никакого праздного любопытства. Когда вы говорите, ну, давайте познакомимся, я за этим вижу только одно праздное любопытство. Ну, зачем мне знакомиться? Зачем мне с вами знакомиться? У меня своих знакомых куча, да? Я работаю в университете, у меня тысячи знакомых. Зачем мне с вами знакомиться? Времени нет у меня. У вас двухмиллионный город, да? Или там, не знаю, трехмиллионный город. Нафига, папу, гармонь? Вы должны понимать вообще, как человек. Вы говорите, и за этим ничего не стоит. Кроме, я за этим ничего не вижу, кроме потери времени. Вот за этой фразой я ничего не вижу. Какая ваша цель? Познакомиться, вы скажите свою цель. Если у вас будет цель, которая касается моих интересов, я буду рассказывать о себе. То есть, мы начинаем сразу. Я вас пригласила на бизнес-отель, ну, на нашу встречу. Давайте я вот проведу с Натальей. Да. Да? Наталья, добрый день. Здравствуйте. Как вы добрались? С трудом. С трудом? Вы не замерзли, по-моему. Замерзла, почему-то никто не знает, где отель Калибри. Серьезно? Ну, вот это секретный отель. Вы сюда попали, да? Я очень рада вас видеть. Вы невероятная, потрясающая. И еще с класса я помню вашу изумительную улыбку, да? И вашу невероятную харизму. Я еще тогда вас заприметила. Можно, я скажу, по какой схеме пройдет наша встреча, да? Моя задача быть вам максимально полезной. Поэтому нам нужно с вами немного познакомиться поближе. Вы расскажете о себе, я расскажу о себе, я расскажу потом о том, все, что компания может вам предложить, чтобы вы знали все, а будете вы это использовать или нет, вы потом сами решите, да? И в конце мы придем к какому-нибудь решению. Договорились? Договорились. Вы знаете, в нашей компании свыше трех миллионов женщин работают. Они все очень разные, да? Кто-то приходит, потому что им нравится классную, качественную косметику покупать в два раза дешевле. Еще, чтобы у них было бесплатное обучение по косметологии и визажу, бесплатные тренинги личностного роста, коуч-сессии, да? Имидж там, психологии, все такое. Им это нравится, поэтому они приходят в компанию морякой. Кто-то приходит, потому что им нравится их профессия, да? Или их жизнь, но чуть-чуть как будто бы не хватает денежек, да? Их всегда хочется какие-то дополнительные денежки, а это такая работа, которую легко сочетать с другой работой, с детишками, да? С ревнивым, сумасшедшим мужем, да? С учебой и так далее, да? Поэтому очень легко в какое-то свободное время, да? Провести несколько мастер-классов и иметь какой-то дополнительный доход, осуществляя, да, свои какие-то цели. Кто-то приходит, потому что он понял, что на своей работе, даже если он будет 10-20 лет работать, он не станет, например, вы кем работаете? В орг-отделе работаю. Это с чем связано? С делопроизводством, скажем. Ну, это фирма с чем связана? Это фирма с наукой связана. С наукой, да? Ну, то есть, например, какой-то, например, научно-исследовательский институт, да, что даже если вы проработаете 50 лет, все равно директором этого института вы не станете, да, и министром просвещения и так далее, да? И кого-то привлекает то, что человек харизматичный, талантливый и трудолюбивый в мэрике легко за год может стать директором с доходом от, да, например, от 100 тысяч рублей и выше, да? И это абсолютно реально и не надо иметь волосатую руку, да, или, например, там какие-то взятки или еще что-то, да? Кто-то приходит, потому что ему, для него важен коллектив, для него важно, чтобы его ценили, любили, поощряли, да, развивали его какие-то качества, да, чтобы по достоинству оценивали, на него не давили его, мозги не колупали, да, кругом его, там, не подзуживали, не подначили, он хочет просто хорошо жить, общаться с позитивными людьми, да, и приходить на работу как на праздник, да, вот, кто-то приходит, потому что он обожает подарки, да, а это компания подарков, да, золото, бриллианты, автомобили, путешествия, да, аксессуары, там, классные, всякие дорогие штукенции, этого у нас завались, скажешь мяу, и сразу тебе подарок дают, в общем, класс, да, а кто-то приходит, потому что он всю жизнь и мечтал иметь свой бизнес, да, но в настоящий момент нет большой суммы денег и очень большие риски сейчас, да, налоги, СС, пожарная, там, ТРМ, там, арендовать помещение, да, там, ремонт, витрины, оборудование, сам стоишь привязанный, кого-то поставишь, воруют, еще что-то, еще что-то, то есть достаточно много рисков, скоро портящийся товар, сезонный товар, там, да, вышел из моды, что-то, остатки, и так далее, то есть в обычном бизнесе, да, предпринимательстве, там очень много рисков, да, и большие вложения, а здесь очень легкий бизнес, да, за 100 долларов можно зайти, 166 процентов от вложенных денег покупать, весь бизнес получается в сумочку, не нравится, засунул под диван, есть не просит, да, все классно, никакой аренды, никаких этих продавцов, никаких, никаких ежемесячных заморочек, нет, достал опять, начал в любой момент этот бизнес, он проходит на территории клиента, вообще все супер классно, и этот бизнес, при такой рентабельности, да, он легко через год превращается в 100 тысяч, да, через два года он может превратиться в 150, 200 там, и так далее, и так далее, сейчас на сегодняшний день, топовые лидеры, да, в России, очень похожие на вас, харизматичные такие женщины, зарабатывают, порядка 6 миллионов, ой нет, 6 миллионов, 6, да, 6-10, я сырой между его только разговариваю, 6-10 миллионов в год, да, вот это достаточно приятная сумма для женщины, я думаю, она может очень хорошо украсить жизнь, такого прекрасного человека, как вы, поэтому, чтобы мне рассказать, не рассказывать, не рассказывать вам то, что вам не интересно, вот, а именно рассказать те возможности, которые вы бы хотели использовать, мне нужно немножко поближе с вами познакомиться, поэтому расскажите немного о себе. я живу одна, воспитываю двоих сыновей, работаю в государственном учреждении, получаю не очень большую зарплату, делаю с детьми уроки, посвящаю этому очень много времени, вот собственно и все. А кто вы по профессии, Наташа? По профессии я менеджер. Менеджер, да? Вы работаете по профессии сейчас? Нет, сейчас нет. Нет, да? А почему вы не работаете по профессии? Потому что три года назад наше управление сократили, где я работала по профессии, вот теперь я работаю не по профессии, в обмен на то, что имею возможность заниматься детьми. Угу, для вас это важно, важно. Хорошо, скажите, пожалуйста, какой у вас общий стаж? Почти 20 лет. 20 лет. Это ваше второе место работы? Да. Второе место, да? Это очень хороший показатель, что ваша стабильность, да? Скажите, пожалуйста, что вам нравилось на вот этих двух местах работы? На первом месте работы мне нравилось развиваться в своей профессии. Ну, честно говоря, разонравилось, потому что я поняла, что это никому не нужно было. А на этом месте работы мне больше нравится то, что я более свободно могу уходить там в школу, забирать, отводить в кружки, то есть я могу посвящать больше времени детям. Это единственное, что вам нравится на этой работе? Ну, на этой работе мне больше нравится коллектив, потому что, ну, такие более доброжелательные женщины. Ну, и, пожалуй, то, что, да, у меня есть свободное время, поскольку работа, ну, требует меньше квалификации, чем та, что была до этого. Соответственно, я с ней справляюсь намного быстрее. У меня остается время еще вот на обучение, на личностное развитие, ну, и дети. Наталья, вы сказали такую очень интересную вещь. Вы сказали, что вы почувствовали, что это никому не нужно. А как это произошло? И как это вообще возможно почувствовать? Ну, почувствовала это тогда, когда мы до 10 вечера сидели со срочной работой, а через месяц нам позвонили, сказали, что потеряли наш этот срочный отчет, и повторите его нам. То есть вот срочнейшая работа оказалась совсем не такой, и, ну, и, в общем-то, просто выделялся определенный бюджет, и в рамках этого бюджета цифры туда-сюда гонялись. Ну, вот и не более того. Ни творчества, ни каких-то новых операций все одно и то же, из года в год. А вот вас, вы, в общем-то, достаточно, вы на одной должности работали, вы сказали, вы развивались как менеджер, да? Был ли у вас какой-то карьерный рост? Не как менеджер, а как экономист. Карьерный рост был со специалиста первой категории до главного специалиста. Здорово. Как вы думаете, почему именно вас поставили главным специалистом? Ну, я сменила там несколько отделов, и вот в одном из отделов получилось так, что я занималась в несколькими направлениями сразу. Ну, и, в общем-то, подошла под должностную инструкцию главного специалиста, и поэтому я назначила. Ну, вот я же думаю, что наверняка на это место много всегда желающих, правда ведь? А как вы думаете, почему именно вас выбрали? За какие ваши такие качества? Ну, я исполнительная, я легко обучаемая, и я сама пошла и сказала, что я достойна этой должности. Супер, вы смелая какая. Здорово. Ну, даже если бы, например, многие там пошли и сказали бы, возможно, им бы не дали, потому что начальство не идиоты же, правда ведь? Вот выбрали вас, потому что вы исполнительная, обучаемая, что-то еще? Смелая. Ну, наверное, да, инициативная такая, в общем-то, активная, наверное, по-моему. Супер, великолепно. Скажите, пожалуйста, что бы вы на сегодняшний день хотели улучшить в вашей жизни? Материальное положение. А что сейчас с материальным положением? Ну, только на самое необходимое. И раз в год в отъезд в отпуск куда-нибудь по России. А что бы вы хотели? Ну, и, скажем так, я бы хотела более уверенно чувствовать себя в завтрашнем дне, потому что у меня некая такая шаткая позиция, непонятно, как оно будет завтра, поэтому я бы хотела, ну и, конечно, хотелось бы детей свозить в ту же Турцию, еще куда-то. Да, то есть, ну вот, хотелось бы самой как можно дольше сохранять приличную внешность. Поэтому я заинтересована в том, чтобы пользоваться качественной продукцией. Конечно. Скажите, а что бы сделало вас уверенной в завтрашнем дне? То есть, что нужно для того, чтобы вы чувствуете... От 100 тысяч рублей в месяц. Отлично. А могу я спросить, сколько не хватает по сравнению с вашим нынешним доходом? 70. Не хватает? Еще 70 не хватает. Отлично. А что вы готовы делать для того, чтобы у вас доход был от 100 тысяч и выше? Ну, я готова посвятить этому, ну, максимум, 3 часа в день. Хорошо. Ну, собственно, так-то все готово, но вот только 3 часа в день. Отлично. Хорошо. Скажите, пожалуйста, мне так интересно с вами общаться, вы такая интересная, оказывается. Скажите, какие вот, если бы вы зарабатывали от 100 тысяч и выше, ну, в любом случае у вас был дополнительный доход, да, какие бы самые важные 3 финансовые цели вы хотели бы осуществить в ближайшие 3 года? Ну, вот самую важную, наверное, цель, это, вы имеете в виду какие-то приобретения крупные или... Ну, не важно. У каждого свои есть цели. Ну, скажем так, я бы хотела заходить в магазин и покупать то, что я хочу, и хорошего качества. Я бы хотела приобрести шубу, я бы хотела съездить в Турцию с детьми. Супер, замечательно. Давайте сейчас посчитаем, какая сумма на это нам нужна, да? Это ваши ближайшие, да, важные цели? Да. Отлично, великолепно. А если бы вы приобрели бы шубу, заходили бы в магазин и приобретали то, что вам хочется, и только что вернулись из Турции с детьми, как вы думаете, как бы вы себя чувствовали? Очень хорошо бы. Ну, мне знакомо чувство, когда ты ставишь перед собой цель и достигаешь ее, это, конечно, вдохновляет, окрыляет и вообще украшает жизнь, заставляет тебя обращать внимание на какие-то вещи, помимо там хлеба насущного или чего-то еще такого приземленного. То есть ты уже готова... Здравствуйте. Не обращайте на их внимание. ...посмотреть, сходить в театр, посмотреть там на звезды, еще что-то. И все это ты делаешь с удовольствием и как-то вот воодушевленно. Отлично. Скажите, пожалуйста, а что делает вас счастливой вообще в жизни? Меня делает счастливой то, когда мои дети здоровы, успешны, в то, когда у меня получается встретиться с любимым человеком, и в то, когда я могу с собой гордиться, когда я чего-то добиваюсь. А когда был такой момент, когда вы сильнее всего собой гордились? Сильнее всего я собой гордилась, когда я купила квартиру. Ух ты! И ее отремонтировала. Это действительно супер достижение. Ничего себе! Новосибирские квартиры очень дорогие. А как вам это удалось? Скажем так, это не совсем моя заслуга. Это было наследство, но тем не менее, там попило из меня кровью эта ситуация. Ну, в любом случае, даже сделать ремонт, это большие вложения. Как вам это удалось? Кредит сделала. Так. И договорилась с продавцом еще об определенной сумме на ремонт. Угу. Но вам же пришлось потом отдавать этот кредит. Пришлось. Да. Как вы достойно прожили этот момент и вышли из этой ситуации с победой? Ну, помогали мне родственники. Да. Частично. Ну и частично в то время, как раз я еще работала и динамистом, там была неплохая зарплата, что позволила мне дать кредиты. И, в общем-то, мне это, что так сказать, более-менее без потерь прошло для моей семьи. Угу. Угу. Здорово. Скажите, пожалуйста, какой ваш самый такой... как вообще вы проявляли себя в школьные и студенческие годы? Ну, в школьные годы практически никак. Я была так средний ученик, ну, хотя училась в мат-классе, но особых там рвений не проявляла, ни в какой-то общественной жизни где-то. А вот в студенческие годы я была старостой группой. Да, конечно. У меня так проявила склонность к активной жизненной позиции. Слушайте, а почему именно вас выбрали старостой? Ну, я не знаю, может, потому что я сама вызвалась. Так. Угу. Старостой, может, я не знала, что это такое, другие знали, поэтому с удовольствием меня отправили на эту должность. Ну, вы знаете, это же не пожизненная должность, ее легко могут и попросить, почему все-таки вас оставили. Я хорошо справлялась со своими обязанностями. Угу. Какие качества вы привели там? Ну, аккуратность, исполнительность, лояльность к прогульщикам местами. Угу. Наверное. Ну, и умение общаться с людьми, коммуникабельность, умение сотрудничать с администрацией, то есть общаться с преподавателями, с ректорами. Это очень важное качество. Очень важное. А какой самый счастливый момент был за студенческие годы у вас? Наверное, после первой сессии, тогда, когда мы пошли на берег котлована пить пиво с нашей группой. Классно. А что там было такого классного? Ну, просто как-то все были такие вдохновленные, с успехом сдавшие сессии, уже познакомились здесь. Как-то было ощущение одной семьи. Угу. Ну, все молодые, активные, общительные. Как-то вот так здорово тогда было. Супер. Классно. Наташ, ну, очень важный вопрос. Если у вас мечта, такая вот бриллиантовая, не такая, как по мелочам, а, ну, такая, которую вы действительно хотели бы осуществить за всю свою жизнь. Вы имеете ввиду материальную плату? Не обязательно. Вот насчет мечты был такой момент в моей жизни, когда я почему-то разучилась мечтать. Угу. И совсем у меня не было никаких мечт. Угу. Сейчас я пытаюсь обладать этим искусством заново. У меня, конечно, есть мечта и личного характера, и материального свойства. Ну, хочется мне квартиру побольше купить, и хочется путешествовать. А еще хочется выйти замуж за любимого мужчину. Супер. Здорово. Да. А какой вам хотелось быть женщиной для вашего мужчины? уверенно в себе красивый ухоженный успешно спасибо большое наташ для меня было огромным удовольствием познакомиться с вами и знаете я вижу вас столько замечательных качеств хочу сказать о цели с которой я сегодня с вами встречаюсь на сегодняшний день у меня достаточно денег был момент моряка и когда я работала ради денег мне нужны были деньги мне нужно было поднимать своих двух деток я хотела для них хорошей жизни и хотела покупать себе им то что нравится они то что подешевле по акциям вот но на сегодняшний недостаточно денег домой максимальный доход 280 тысяч рублей в месяц на российские деньги и это хороший доход ну поэтому сейчас я занимаюсь тем что я ищу женщин необыкновенных женщин таких как вы у которых от бога есть потрясающие таланты и дары но на том месте на котором они сейчас находятся из-за определенных условностей там границ там и так далее они не могут это реализовать и проживают какую-то чужую жизнь и моя задача найти таких женщин помочь им понять какой у них невероятный потенциал внутри есть и показать как через возможности компании которые на самом деле нас объединяет не косметика нас объединяют возможности через которые вы могли бы достичь своей мечты вот если позволите я немного расскажу о себе а потом расскажу о том а в этих возможностях понятно вот примерно так выглядит выявление потребностей скажите в чем разница что изначально сразу же был построен план общения озвучили у меня есть план да да у меня есть цель встречи так дальше получается он был озвучен получено согласие клиента да послушать это я озвучиваю свою цель получаю согласие то ну и исследуйте не отступаю то есть ну как-то ведете разговоры как я веду разговор слушайте я что-нибудь рассказывала косметики стартовый набор я даже не знаю как делать это вот я как раз хотела сказать что когда вы перечисляли женщин которые которые в разных да я это все зная я тоже как немного потеряла нить разговора то есть там был монолог прям такой вы его можете сократить если он кажется он длинным вы можете его сократить как вы думаете для чего я это говорю но мне кажется моя задача моя задача за две минуты озвучить все возможности компании но я как будто бы не говорю о возможностях то есть я просто говорю женщина бывает разное приходит по разным причинам а и чтобы поскольку все разные чтобы мне про все не говорить я хочу познакомиться с вами чтобы вам рассказать только про то что вам нужно да то есть но на самом деле я технично рассказала про все возможности заметили ну как бы коротко дальше в любая женщина подойдет какой-нибудь из этих категории но вы приблизительно начинаете понимать о чем идет речь и из этого возможно что-то показалось вам да ну не на близким или выгодным или еще что-то да интересным да и вы уже примерно можете представить что я вам и говорю что вот это есть да как бы вы выберете то что вам интересно я буду про это рассказывать тип такого смысл да такой вот еще в чем разница вы мне вот что понравилось вы мною восхищает конечно делали комплименты вообще там говорили какая раз прекрасная мне сразу захотелось девчата честно я вам клянусь это абсолютно сто процентов искренне я очень люблю людей я действительно восхищаю женщины я женщины очень восхищать женщинами которые в одиночку растят детей которые от себя что-то там отрывают еще успевают и здесь и там да и как-то хотят и это да и что-то еще новое начинают которые понимаете все время сгорают возрождаются опять из пепла да это бесконечную гарри поттер если бесконечно умирал это это птица ну то есть я на самом деле восхищаюсь я очень люблю людей и мой интерес не поддельный а вот теперь смотрите на каком-то этапе да я заметила что некоторые слушатели начали уставать не то что стать может быть где-то местами станет ну как бы не то что отвлекаться как будто бы хотели они чтобы разговор закончился что-то такое добывает я это очень часто наблюдаю консультантов да то есть понимаете человек он и может быть и не сразу раскрывается даже не в этом дело я например не устаю от людей я готова их слушать да ну вот столько столько нужно пока она говорит я готова и слушать потому что для это моя цель моя цель послушать ее и понять ее что она за человек чем она живет это эмпатическое слушание до 5 навык по стивену кови да я полностью сочувствую сопереживая влезаю шкуру я хочу именно понять если я ее не пойму я не не понимаю чем я могу быть ей полезно вот это кстати проблема потому что у тебя в голове есть план бизнес интервью и ты пока не забыла пытаешься его значит реализовать и хорошо если тебе идут навстречу а когда вот такой вот затык да когда она говорит там мне для себя у меня времени мало и вообще меня все устраивает мне только договор подписать и ты чувствуешь что ты уже проиграла и почему-то как-то быстро сдаешься вот как вот это вот в себе ну что надо включить чтобы я не знаю а если не даться так быстро потому что я просто вы у вас своя цель поймите вы ее должны преследовать изначально договориться что столько-то время займет если он скажет у меня полчаса ну извини за полчаса что может мне не важно человек что мне говорит конечно ну то есть что вы сопереживаете нет я имею ввиду что что она сейчас говорит я только для себя это все фигня потому что большинство лидеров и национальных лидеров которые пришли сейчас зарабатывают да там по миллиону они пришли только для себя да то есть сейчас это у нее просто ширма до которой она хочет прикрыться от навязчивых консультантов но я же не такая это ко мне вообще не относится я не такая я не собираюсь его там во что-то втягивать на что-то и уговаривать там на что-то мотивировать на то что я не надо и еще раз я говорю если я не узнаю о чем вы мечтаете что вы хотите что для вас важно я для вас бесполезно тогда нет никакого смысла в нашей встрече многие люди с трудом формулируют о чем они мечтают и чтобы вот когда вы проведете тысячу встреч у вас появится интуиция у вас появится опыт вас появится знаете когда вы искренне интересуетесь человеком его слушаете он сам раскрывается не нужно никаких дополнительных инструментов там каких-то специальных словечек там чтобы его там раскрыть там не знаю там скальпель не нужен ничего то есть человек сам раскрывается потому что на самом деле в мире не так много людей которые искренне вами интересуются и готовы вас слушать в основном всем друг друга начихать вот мои попытки экспресс бизнес интервью они практически все провалились а вот мои коллеги которые мне скажут да ты чё там иди со своим морякем и вообще они ну я и пошла собственно я занимаюсь своими делами сейчас вот я вижу что они так уже так заглядывают интересуются спрашивают но это прошло довольно много времени так на каждого консультанта очень много времени нужно потратить вообще не нужно никакого времени тратить вы опять не с той стороны пляшете вы идете от возражений вы идете от возражений да смотрите стивен кови говорит что есть только два до варианта мышления да и мыслить можно проблемами или возможностями вот сейчас я от вас слышу что вы мыслите проблемами то есть вы фокусируетесь на то что она говорит у меня нет времени она не хочет это косметику у нее это там у меня бренд это то есть это такое в принципе проблемное вы пытаетесь преодолеть все возражения на бизнес интервью это нереально это когда это ерунда да вот смотрите мне не нужно преодолевать ваши возражения у меня я вообще не преодолеваю никакие возражения я с другой стороны захожу я говорю наташ я вас правильно поняла но это уже конец так то есть я вам все рассказала например все источники дохода просто в конце я правильно вас поняла что вы хотели бы стать яркой интересной влиятельной независимой финансово обеспеченной женщиной красивой да и чтобы ваш мужчина всегда вами восхищался и гордился и желал быть с вами и ни на кого не хотелось променять чтобы вы были гордостью для своих детей и примером да и могли им обеспечить любой уровень образования который вообще в принципе возможен в этом мире и тем самым открыв для них невероятные возможности что можно при больших деньгах и чтобы у вас была возможность каждый год минимум два максимум четыре раза в год путешествие из те страны которые вы выбираете они покупать горящие путевки и на то время которое вы хотите если бы я могла научить вас на как проводить мастер-классы и зарабатывать деньги строить команду обучать свою команду за год стать лидером для того чтобы выйти на доход 100 тысяч и для того чтобы ваша жизнь полностью изменилась вы хотели бы научиться очень отлично а потом дальше уже технический момент я уже говорю что нужно сначала оформиться да а теперь смотрите а теперь когда оформление идет если я рассказала источники дохода у нее взгляд на оформление на регистрацию совсем другой она на это уже смотрит как на бизнес мы рассказывали я и рассказывала как она будет работать с клиентами для чего там нужен ассортимент что вот это там хозяйки просто так поэтому она не выбирает самый дешевый пакет она выбирает пакет который для бизнеса и этот пакет он не привязан к косметике и даже не привязан к ее внешность он привязан к ее мечтам да мы нет я не занимаюсь регистрации человека для того чтобы он выкупил косметику получил свои бонусы там и так далее да мы сейчас для нас регистрация это всего лишь первый шаг до на таком замечательном как бы не знаю там в про замечательном проекте в котором через год да она зарабатывает 100000 до это проект из 1000 шагов и в конце года она зарабатывает 100000 до едет за границу с детьми и своим любимым мужчиной она вся такая красивая в таких красивых всех одеждах она лидер там она на сцене там олимпийского и так далее так далее то есть из-за того что мы мельчим у нас мелочь какая-то здесь мне сказали как-то у тебя берет люпинская психология да мы предлагаем вот это маленькая а за это маленькая еще нужно классы учить проводить еще нужно на холодных на не вы поймите не существует такого понятия тяжело или не тяжело легко хорошо плохо все относительно если у вас грандиозная цель которого вдохновляет все вам кажется легко если это какая-то фигня которого навязал ваш главный организатор и ради этого вот это еще надо делать вы это никогда не будете делать вас 3500 отмазок вы найдете чтобы это не делать вы поймете вы опять-таки не из того и у нее вы 100 возражений преодолеть и у нее еще будет 100 и когда у нее закончатся все возражения сказать я просто не хочу отвали от меня и все это последнее неубиваемое возражение понимаете потому что вы что-то не то предлагаете я не верю что если она мечтает об этом и я ей это предлагаю она от этого отказывается я ей должна просто показать да какой-то простой понятный путь до к ее мечтам все это единственное что от меня требуется я не должна там что-то там какое-то там замудрена ей говорить да самое главное вы должны понять человека понять что он хочет и показать ему простой и понятный путь к ее мечте все в моей книге вообще если у кого есть мои книги вы должны первые читать не по продукции как вы всегда делаете а первые вы должны читать каждый день одну историю национального лидера с америки обязательно до вас каждый день должно быть потому что у них колоссальное понимаете у них колоссальный опыт и они пропитаны вот этим моряки мудростью морякой философии морякой ценности морякой и там элементарно это на из национальных лидеров и не помню это она открыла для меня америку когда она рассказывала как ей провели бизнес интервью она была медсестрой нет другая она была медсестрой работал на двух работах уж точные 3 работам на фиг не было не нужно она одна растила детей в время на моряка и у него особо не будет денег на косметику не сказать чтобы она прям хотела так это косметику и так далее и так далее но вместо того чтобы и она сразу сказала я работать не буду у меня есть две работы у меня вот это вот это вот это да но это лидер даже не стала ей ничего говорить Никакие эти возражения не стал преодолевать Она спрашивала С ней разговаривала и спрашивала о чем она мечтает Она мечтала путешествовать И когда она начинала говорить Про время, про две работы Про детей Она вообще ничего не реагировала на это Просто говорила с ней про путешествие И все понятно? Вы заколупаетесь Преодолевать все эти возражения А почему вы их преодолеваете? Потому что вам не о чем говорить Вы не знаете меня вы не знаете о чем я мечтаю что я за человек вы не знаете какие у меня цели ценности им поэтому вам больше со мной не о чем говорить вы только о сумку свою говорите и преодолеваете мои многочисленные возражения вот и все здесь есть всего лишь два пути или вы можете от этого идти до или от мечты все люди хотят себе добра и все люди да они будут использовать все возможные средства понятные для них для того чтобы достичь того чего они хотят наша задача просто помочь им это сделать на наша задача не записывать людей в компанию моряки это вам что-то как это рекрутинговая компания или а может тогда такой вопрос я когда регистрирую новичка вот я там сейчас прям четко увидел тебя когда регистрирую когда я согласна все супер все пошли дальше как будто проект завершён я почему-то наверно может быть я не знаю даже не то что проект завершён я прямо да вот как-то вот цель достигнута и я дальше не понимаю что делать с человеком я понимаю что вы нужно развивать как его развивать и у меня просто начинается стресс стресс что лучше за это вообще не браться что ты теперь поняла что это такой что путь только начинается работа только начинается достижение через год 100 тыс что значит дальше ее развивать вот я хотелось как дальше то вот дальше ее развивать это вам надо дальше вот вы выстроили например какой-то план по захвату вселенной как она может осуществить а дальше развивать это значит делать просто последовательные шаги к мечте вот и все причем у них мечты могут быть разные совершенно но вам не надо вам не надо всех развивать в одном у вас нет никакой нет никакой схемы как всех надо в прокрутого ложа уложить и все должны развиваться именно вот так да потому что то что она хочет едет а дофине то что да вы хотите да у нее от этого тошнота да например и так далее поэтому у каждого индивидуальный подход вы каждому да вот этот расписываете этот ваш проект с каждым человеком да вы с ним вместе достигать его мечты это и есть развитие это и есть работа с командой статусы мотивационные программы конференции обучение это всего лишь инструменты до на пути того как человек будет достигать свои мечты понимаете вы можете не говорить про звезды или про бриллиантового шмеля да вы расскажите как она может купить классную шуму мы ее распишем разделим ее да сколько надо звонков делать сколько такого сколько такого так на шубу да мы будем так у нас здесь процентов шоу уже есть у нас рукав есть уже воротник есть да у нас вот это есть да и так далее к примеру я говорю да но человек она амбициозных тоже ориентированы на признание да к этому мы можем добавить да еще до сцену олимпийского да там тарым-тарым бриллианты софиты да и так далее да плюс еще у нее есть ориентация на отношения да заметьте какой самый счастливый момент никогда ее выбрали староста когда в коллективе все были как семья до к этому да что нужно прилепить что она станет лидером у нее будет команда единомышленников и они все будут как семья не они не будут как в коллективе в которую ходите это стерва это дрянь это сучка но не так далее так пример а вы вы сами набираете себе самых лучших женщин новосибирска вот таких классных да и вы сами создаете ту атмосферу те стандарты поведения c ценности которые вы хотите у вас будет самая лучшая команда в россии если вы видите на бизнес интервью что эта женщина не подходит под ваши вот эти ценности какие были ценности ну вот чтобы была такая семья как вы говорите вы всегда можете ее не оформлять можете ее кому-то порекомендовать такие люди обычно сами отваливаются но я считаю знаете у меня очень долго вот я буду давать лидером завтра обучение они потом с вами поделиться это по психологическим возрастом у меня очень долго был вот этот юношеский подростковый психологический возраст то или так или так да но на сегодняшний день я надеюсь у господь меня немного вырастил немного прибавилось мозгов и поэтому на сегодняшний я считаю что в принципе божья искра есть каждом человеке иногда люди бывают такими не потому что они изначально очень плохие испорченные из-за того что но как-то вот так обстоятельства складывались жизнь так складывалась что они стали такими колючими может быть какими-то да там может быть эгоистичными корыстолюбивыми ну потому что в принципе да ну нет такого чтобы там прям люди испорченными рождались да но из кошечек можно сделать консультанта из кошечек можно сделать консультант я верю что позже помощью многие вещи можно сделать я сейчас верю в гораздо больше возможности чем я например верила до того как я как бы была без бога что я реально понимаю что например какие-то вещи без бога делать невозможно потому что человек не может не изменить человека потому что он его не создавал только бог может изменить человека но если вы с богом в душе энтузиазм это даст греческого переводится с богом в душе да если вы с богом в душе с любовью помогаете вот человеку искренне служите ему там хорошие замечательные плоды которых вы даже не ожидаете иногда да конечно будут многие те кто не захочет с вами дайте просто здесь не в том плане что вот это плохая или еще что-то кому-то с вами просто не по пути кто-то просто не тянет это это же над собой работать равно надо все равно нужно выходить из зонка это не для всех я все равно говорю что компания моряки здесь может каждый но не каждый захочет не каждый захочет но даже если она делает вас одну базовую в полгода дарите ей эту любовь этот коллектив до эту красоту эти знания да и кто знает вы не знаете что господь готовит сколько людей которых я сейчас уже вижу которые пользователями по 35 10 лет были сейчас вдруг они там что-то решили все потом стали лидерами в том числе там не национальными лидерами то есть это да меня саму пять с половиной лет уговаривать потом я со статуса консультанта три с половиной лет не могли вытащить поэтому я лучше всех знаю что такое тюкать человека 8 лет но который потом да будет давать результат то есть вот этот эффект есть бамбука но все равно даже это не важно даже это не важно важно какая у вас цель вы это ответ на все вопросы ваши как растить ключевые так все это такое да то есть так и растить ключевых кто такой ключевой человек он хочет от этой жизни чего-то большего понимаете а он иногда люди даже сами не осознаю что они хотят иногда не забывают как мечтать иногда и жизнь так затюкает что они уже просто как вам сказать не мечтают потому что знаешь что это нереально о чем мечтать чуток у все равно это ничего не сбудется да вот такое вот уже отчаяние добывает уже очень часто и в россии очень много такого поэтому вы вообще помогите есть а люди вообще забывают какие они из-за этой вот этой жизни они забывают какие они талантливые они забывают что они были старостами да они забывают что у них такие были победы достижения они это все забывают потому что вот эта жизнь тюкает а я уверена в том что божий потенциал никакие обстоятельства никакие потери не могут убить то есть если да вот в желуде есть потенциал до вот огромного дуба да и чтобы по не делали он там остается внутри и даже если человек прошел все и все потерял не хоть он там не знаю там хоть он кем стал хоть бомжом он стал все равно вот этот божий потенциал все таланты которые изначально бог засунул в человек они так и остаются они никуда не деваются поверьте да то что бог положил человек это убить не может и все ваши там не знаю там может не ваша какие-то там бывшие мужья да там кто вас гнобил начальники да там несправедливые коллеги там что-то что-то они не могут это убить люди не могут убить то что бог сделал понятно поэтому вот этот потенциал он есть его надо просто найти и помочь ему развиться это и есть и человек который будет следовать за своей мечтой он и будет ключевой потому что он идет к своей мечте он по ходу пьесы на собирает все и команду и звезды и шмели и лидерство и все меня очень отзывается в душе все что вы говорите я я понимаю о чем вы говорите но когда приходишь вот к такому человеку который действительно уже считает что все жизни кончено и больше вообще ничего не светит и когда ты там начинаешь его горячо уверять в обратном и вот это вот все как-то ну своими словами проговаривать на тебя смотрят как на идиотку такую больную что надо 03 позвоните психушку отправить потому что какой-то такой не от мира сего вообще человек но вы постарайтесь как можно меньше самому что-то проговаривать ты помогите человеку самому вспомнить да ай а его потенциале помогите через его жизненные ситуации да чтобы он сам это понял то есть так как вы со мной разговаривали да там вот а что когда вы были наиболее счастливы дали что больше удовольствие доставил я спрашиваю благодаря чему у вас все равно есть свои какие-то победы у вас есть успех вас есть продвижение и так далее ну значит это благодаря каким-то качеством значит это и есть вот это и есть вот эти таланты которые до вас бог заложил активная лидерская позиция алло любовь моя привет зайка прости 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 нет муж всегда нужен больше всех нужен лапусик ты чё деревне да ладно всем привет девочки привет это мой муж я самому лучшему мужу самые лучшие жены ну все зайчик давай я тебя целую пока принципу позвонить можно так если бы я говорю об этом всем у меня этого всего нет самой на нет там не путешествий не доходит такого да вот чтобы я смогла сказать когда тебе говорят у тебя же этого нет я только начинаю и ты давай вместе идти будем будем пойдем туда к тем у кого это есть и будем вместе учиться вместе класснее веселее и все то есть на самом деле человек слишком много на себя берет смотрите вы должны понять что сатана все усложняет это его лучшая фишка он там шарик малик делает и такой туман у вас голове и вы как ежик тумане а чё а как эту пиццу приготовить ой наверное надо быть там супер поваром нет возьми в интернете посмотри рецепты делай да у бога есть простота а простота заключается в том что возможности компании мэри кей абсолютно не зависят от того кто привел этого человека понимаете национальный лидер может подписать человека из него ничего не выйдет он ничего не добьется и терминированный консультант может на своем последнем издыхание кого-то подписать и терминироваться и этот человек станет национальным лидером моя мама стала национальным лидером а то есть после того как ее подписала эта женщина она сама в течение года сама терминировалась потом она три раза приходила в компанию три раза подписывалась у разных у нее свои пунктики она думала что это значит это она думала что ее лидер россии поэтому она не успешно подписывалась под казахстанских все равно не успешно потом под национального лидера подвес все равно терминялось, но это не важно, вот такой человек подписал одного человека, который без ничего другого организатора стал национальным лидером, поэтому вы должны понимать, что вы слишком много на себя берете, вы всего лишь инструмент в руках божьих, и вы не должны о себе мнить больше, чем вы есть на самом деле, да, то есть, если я сейчас начну резать эту пичку, да, этот нож не должен думать, да, о себе слишком много, и эта вилка, да, не должна пальцы здесь гнуть, потому что, если я не возьму их в руки, никто ничего не порежет, да, нож просто должен быть ножом, вилкой, вилкой, а вы должны быть источником возможностей для других людей, а вы можете быть источником возможностей на любом статусе, если вы были лидером, потом терминировались, это мешает вам быть источником возможностей для людей? Нет, но почему-то люди в своем, в своей необъятной гордыне, да, они думают, что, ой, я была там, например, да, там национальным и потеряла статус, я была ведущим, потеряла статус, я была лидером, потеряла статус, я была там звездным, сейчас я не звездная, не важно, да, они на себя много берут, да, вы просто нож или вилка, а все делает Господь, но вы должны свое дело делать, если нож тупой, кривой, да, трусливый, если берешь его, он убегает, например, да, то тогда его выкидывают в помойку, где все вы окажетесь, если вы не будете исполнять свое предназначение, в помойке этой жизни, да, и все. Девчика, слушалась ли ты? Как тут знать, какое твое предназначение? Девчика, это так. И так же понятно, вы же только что говорили об этом. Я просто не знаю, про эту же помойку говорила, да, с помойкой. Это мои мечты, это то, чего я хочу, а может быть, у Господа не совпадают буквально. Поверьте, что Господь каждому дает те мечты, которые Он, да, и вам вкладывает в голову. Вы думаете, что это у вас откуда-то там взялось? Нет никакого другого источника, да. То есть у вас мечта не может прийти, если ты не можешь ее осуществить. То есть, да, например, в Библии написано, если соль не соленая, в ней нет смысла. Если проводок, да, он не проводит ток, да, вот у вас, вот есть люди со сдохшей батарейкой. Есть люди со сдохшей батарейкой, да. Вы это проводок. А есть компания Морякей, да. Если его подключить, он наполнен батарейкой и может, да, свою жизнь, да. Если вы, какая разница вы какой, китайский вы проводок, вы там немецкий проводок, американский проводок, вы красивый проводок, белый проводок, сиреневый, вы меховой проводок, вы резиновый, вы жесткий, вы мягкий, да. Проводок не должен слишком много думать о себе. Понятно? Он должен расслабиться и тупо проводить ток. Понятно? Служение. То есть, слишком много эмоций, да, связанных с твоим эго, не стоит сюда. Да, нужно свое эго взять. Сначала его раскатать хорошенечко, потом в трубочку его свернуть и засунуть себе подальше в одно место. Да? И это, кстати, поможет стать лидером бизнес-группы. Да, потому что все вот эти... Эти заморочки, все эти тараканы только от одного. Вы слишком много думаете о себе. Вместо того, чтобы больше думать о том, чем вы можете послужить другим людям. И чем вы можете быть полезны. Ой, они мне так говорят. Ну, что ж они вам так говорят? Все возможности компании у вас. Вы ходите у вас на руках вот эти все козыри, да? Все. Вы можете все дать, что компания Моряке дает. Эти невероятные возможности, благодаря которым миллионы женщин изменили свою жизнь. И вы ходите у вас на руках это, а у вас заморочки. Какая я, как я это буду говорить и так далее. Да? Вы должны просто это делать. Людям подсоединяться и заряжать. И все. Понятно? Все. Спасибо. Я прям услышала. Правда, гальщий нож это хороший пример. Наглядно сразу же понимаешь. Кто захочет, тот возьмет. Кто не захочет, соответственно, это не наши проблемы. Это не ваши, да? У Моряка, вы книгу Моряка читаете? А как же тогда? Вот здесь у меня все время вот когнитивный диссонанс, что называется. У меня эти шаблоны разрываются. Когда я слышу историю, Наташа Назарова говорит, я 8 лет звонила этой девочке, которая теперь стала ее национальным лидером, да? И вот 8 лет она ей доносила эту информацию. Ну, я не знаю, что он там ей говорила, что-то она ей рассказывала. А в чем ты говоришь? Ну, вот как же, типа, кто не слышит, что на них убивать время? Нет, нет, нет. Как сколько? Мы с разнодушно разговаривали. Сейчас я договорю предложение, да? И вот как долго, как, сколько раз человеку она говорит, ну, вы три раза сказали, там, пригласили на мастер-класс, на гостевой вечер, там, на, ну, еще какой-то там бизнес-интервью, я условно говорю, да? Человек три раза отказался. Оставьте его в покое. Не тратьте на него свое время там. Потому что, ну, действительно, я там три, нет, получил такая, сдулась. Третий раз, позвонила еще одной, три раза пригласила, сдулась. Там это, я понимаю, что у нас, как это, воронка продаж, 1200 человек позвать, 50 там, ну, это, 300 согласятся, 50 придут, 11 сделают. Вот, эту все статистику слышали. А в чем вопрос заключается? Вопрос-то в чем? Сколько ее кошмарит-то? Вот, опять же, раз сказала, два сказала, год ей позвонила, там, в течение пяти лет названиваешь, и говоришь, здравствуйте, я Светлана, мы с вами встречались, помните меня? Не, не помню, забыла. Я хочу вас пригласить на мастер-класс, подарить вам возможность рассказать, там, тара-та-та. Ну, поэтому сначала спрашиваю вообще, что вам интересно? У вас есть какие-то там, типа, потребности? Смотрите, я просто не совсем понимаю, что какие, конкретно, какие люди. Если вы в отношении бизнес-интервью говорите, если я найду человека с потенциалом, я все равно буду тюкать, хотя бы раз в полгода, раз в год. Не то, что тюкать, я буду там узнавать, как его это. Вы должны понимать, что не все обладают лидерскими качествами. Вот, тогда нужно... Возможности компании, они огромные, да, но для того, чтобы действительно добиться здесь больших успехов, все равно нужны врожденные лидерские качества. Есть предел того, что можно как бы развить, потому что как бы Господь лидеров создает для лидерства, понятно? Да, поэтому у вилки четыре зубчика, потому что на него удобно натыкать, да. То есть ножом что-то натыкать и есть неудобно, да, а ложкой тоже неудобно резать, да, а вилкой неудобно есть суп. То есть Господь создает лидеров для того, чтобы они вели за собой других людей. Поэтому у них есть определенные качества. Если вы видите, вы должны понимать, что еще лидеры, они все упертые. Лидер отличается тем, что у него есть своя точка зрения на все, что происходит вообще в этом мире. Ее так просто не изменить, да. Если вы фокусируетесь на том, чтобы лидеров, да, и вы знаете, что она лидер, но сейчас она не соглашается, да. Вы должны как бы молиться за нее и выжидать и периодически держать руку на пульсе. Потому что, да, есть пять принципов, да, коучинга у Эриксона и один из последних принципов называется изменение неизбежное. Сегодня она хорошо сидит, у нее хорошая работа, есть муж, а завтра, да, у нее плохая работа и не нравится ей двое детей, мужа нет, да. И то предложение, которое было 2-3 года назад не актуально для нее, сейчас оно будет совсем другое, да. Поэтому, если вы с ними общаетесь периодически, да, держите руку на пульсе, но эти люди у вас в фокусе, у вас есть специальный список. Список не тех, кто там конченые, да, ну я понимаю, что они тоже будут, да, но не на них надо фокусироваться. Вы все-таки держите фокус, да, на тех, да, кому Богом предназначено быть лидером. У них есть этот потенциал, у них есть смелость для принятия решений, у них есть активная позиция. Вот это, кто на кондитерскую фабрику? Я, да, или, да, можно я буду старостой, да. Вот понимаете, 30 человек будут сидеть, нафиг меня, хоть бы не меня, да, и найдется одна сумасшедшая, которая, да, а можно я, да. То есть это лидерское качество, это лидерское качество, да, его невозможно скрывать, его невозможно скрывать. Например, да, я миллион раз, потому что большинство людей от этого страдают, да, от своей этой гиперактивности, да, потому что в каждой бочке с затычкой везде лезешь. Вот все сидят нормальные люди, да, нет, ты вечно поднимешь руку, потом расхлебываешь, тебе еще больше всех надают, потом начинаешь это все делать, а никто не делает, всех материшь потом, да, и так далее. Но каждый раз, когда я говорю, все, на директорском совете, говорю, все, буду молчать, ничего не буду говорить, ничто не буду на себя брать и ничего не буду делать на семинаре, да. И вот все молчат такие, мама, например, говорит, вот, девочки, надо вот это делать, что будем делать, и все такие. Такое небо голубое, да. Вот я, например, не могу, я не выдерживаю. Но это уже лидеры готовые, да, на директорском совете, люди, которые уже достигли каких-то... Конечно, у них, может быть, какие-то другие есть, да, там лидерское качество, но неважно, может быть, они перестанут, ну, у нас же текучка тоже своя есть. 80%, да, там, не знаю, там, те, кто становятся лидерами, они потом перестают быть лидерами. Но в любом случае, я, я, к примеру, говорю, это просто про одно какое-то лидерское качество, да. Оно не у всех есть, поймите, оно не у всех есть. Вы должны научиться, вот чему нужно научиться, видеть в людях смелость, активность, решительность, да, целеустремленность, упорство, да, там, да, ну, ответственность, да, там, умение брать на себя ответственность, там, доводить дело до конца и так далее, и так далее. вы должны научиться видеть в людях лидерские качества, да, и фокусироваться на них, не на слабых фокусироваться, а на сильных, понятно, и эта сила, она не всегда от статуса зависит, да, не всегда человек на высокооплачиваемой должности обладает лидерскими качествами, да, потому что его туда может поставили или еще что-то, или еще что-то, да, ну, есть какая-то зависимость, но не прямая, да, но когда, именно когда вы беседуете с человеком долго, вы его полчаса, 40 минут, час его слушаете, вы начинаете видеть в нем вот это, вот этот потенциал, видите, который вы, и ему самому он становится очевиден, понимаете, отчего, вот человек приходит к вам, он хотел только покупать себе помаду и тональный крем, а выходит он уже с целью стать лидером и зарабатывать 100 тысяч, как это вообще происходит, только что, да, час назад она ни во что не верила, думала, что она вообще там конченая и еще что-то такое, да, и тут она выходит уже с целью стать национальным лидером, как это происходит, она начинает, благодаря вам, она начинает видеть этот потенциал, она начинает вспоминать свои победы, она начинает видеть то, что Бог в нее заложил, она начинает вспоминать свои мечты, да, и у нее вот это все складывается в пазл, огромный потенциал возможности, да, и то, что она на самом деле хочет, понимаете, можно хотеть вот этого, но сказать, ну это я не могу, ну хотя бы вот это, да, но это не мотивирует, понимаете, это не мотивирует, конечно, с голодника там можно все угодно, все что угодно, но девушка хотела киевси, да, которая в роддоме, понимаете, конечно, если ее не кормить неделю, она и эту пиццу съест тоже, да, но она хочет киевси, она хочет киевси, понятно, то есть, поэтому вот, вы расслабьтесь, вам кажется, что вам что-то нужно такое, там, чрезмерное, такое, там, замудренно, какие-то слова, там, какие-то, да, ничего этого не надо, наоборот, это мешает, я с лидерами еще хуже работать, чем с консультантами, у них настолько много мозгов, что они уже вылазят со всех мест и все перекрывают вообще зрение, там уже такие, лидеры такие вещи выдают, что у них уже, я чувствую, что у них конкретно уже мозги закрутились, они какую-то фигню там начинают, ахиня, они уже начинают какие-то безумные тренинги проходить, какие-то миллион каких-то книг, потом они уже начинают, до того они уже прокачивают, и столько слушают, что у них такая каша в голове, ужас, и когда с ними иногда разговариваешь, ты вообще не понимаешь, что это за человек, что у него в голове, о чем он с тобой говорит, что он вообще хочет, потому что, а я через коски Лена, она что-то там говорит, там, эрудиция, там, это, новая тенденция, там, хача-ха-ха-ха-ха, что ты хотела вообще, скажи мне простыми словами, да? Ну, Юля, вот такие сейчас там, кармические такие, что хочу, 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 я думаю, боже мой, что ты хотела вообще, скажи мне просто. Поэтому наоборот, у вас сейчас преимущество, отсутствие вот этих заморочек, увидите свою прямую, нормальную, правильную цель, в правильном направлении двигайтесь, с простотой, с любовью, упрощайте все, не надо усложнять, упрощайте все. Вот у меня сейчас впечатление, что у меня вот как раз, вот как вы говорите, горе от ума, уже я столько всего знаю, что у меня такая уже каша, и что, ну вот сейчас я опять начинаю понимать, что все-все равно сводится к обычным человекам, там, ну, каким-то вот заповедям, да, Господним и простым человеческим каким-то истинным, там, ну, не знаю, вот, то есть все равно все просто, не надо слишком усложнять. Конечно. Надо как-то вот это вот научиться доступным языком с людьми как-то разговаривать. Ну, вот, наверное, нужно, как вы говорите, мыслить от возможностей и любить людей искренне. Конечно. На самом деле каждый из вас хотел бы, чтобы тот, кто пришел, тот консультант или лидер, который с вами проводит бизнес-интервью, да, он был бы 100% сфокусирован на вас. Его целью было бы понять вас, да, понять, чего вы на самом деле хотите. Даже если вы это иногда не говорите или говорите другое, я хочу мир во всем мире, а сами хотите там что-то доказать своему бывшему мужу, я не знаю, всякое, да, то есть нужно понять, да, чего человек на самом деле хочет, да. Потом, чтобы он не думал в это время о себе, как он выглядит, чтобы он не думал о том, как это красиво сказать, чтобы в это время он не вспоминал текст, который нужно сказать, да, чтобы он не думал про базовые единицы или про свою лидерскую программу, да, чтобы он не думал про то, чтобы вам навязать свою какую-то модель восприятия мира. Ой, да ты что, дура, сидишь, вон, пойдем, тут у нас классные девчонки, все хотят бизнес, пойдем, ты какая-то не такая, да, там, и так далее. То есть, чтобы он ничего не навязывал, чтобы он просто тебя понял до конца, да, принял тебя и постарался тебе максимально просто без вот этих там помочь тебе, да, получить что-то, то, что ты хочешь. Вот и все. Это и есть золотое правило в Брикой. Спасибо, Илья. Прям. Юль, а ты сама обучаешь проводить мастер-классы или они на сайте проходят, ну, вот обучаются, или вот как вообще вот именно сам процесс обучения, я, если я это научу, ты... Зависит от того, какие у человека цели. То есть, я ему говорю, что существуют уровни обучения, да, есть школа новичка, да, а есть, например, уже у меня есть, как бы, коучинговая программа, например. Пять лидеров, мы с ними каждый день встречаемся. В 4.30 мы встаем, в 6 утра мы уже в офисе, и я так живу, да, то есть, опять-таки вопрос. Ради чего? Ради того, чтобы сделать три базовых, это никто не будет делать, но ради своей мечты люди приезжают. То есть, они прям уже у вас в офисе, и там уже, там, тусяк мастер-классы проводят? Нет, мы тренируемся, потому что они, многие работают на своей основной работе, да, они уже там в 8-9 должны быть на работе, потому что их должны быть в офисе, да, кто-то уже там в 8, кто там в полдевятого, они уходят. А тренируетесь в плане, там, учите, ну, что можно тренироваться в 6 утра, там, продукцию рассказывать? Да все те же яйца, только в профиль, как знакомиться с людьми, как резервировать встречи, да. То есть, если мы поняли зачем, теперь нужно как отработать все. То есть, если вы согласны быть ножом, мне надо вас точить, вот и все. Да? Понятно. То есть, если правильно, то упрощая, скажем, да, если я правильно говорю, Юля, я вот это мечтаю, я в 6 утра прихожу, и мы учим вот это, вот это, вот это, 8 я пробежала. Тренируем до Васи Попкина, да. До Васи Попкина, в 8 я пошла на работу, поработала, там, скажем, 6. У вас очень низкая результативность с резервированием, значит, там что-то не то. Раз есть люди, которые это делают более эффективно, значит, и вы это можете. Ну, да. Значит, нужно тренироваться, нужны тексты, нужно между собой тренироваться на 10, 20, 50 раз, у вас это как бы пойдет. Ну, как бы здесь уже чисто технически уже идет момент. Это и есть вот эти шаги. То есть вы знаете, где вы находитесь. Задача на бизнес-интриумной индивидуальной встрече определить точку Б, куда вы хотите прийти, да, и чтобы крылья были, что, а, я как смогу. Да, 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 да. А теперь просто шаги. Все, ничего такого нет, сложно. Все просто. Все элементарно просто. Как только вы начинаете усложнять, как только у вас в мозгу появляется такая мозг, ой, это же так тяжело. Все, вы должны сказать, во имя Иисуса Христа, сатана, отойди от меня. Пошел вон. Все, я пошла к своей цели. Все. Понятно? Потому что нет ничего такого. Это не сказать, что это прям вообще легкотня, там, что надо валяться там, да? Но никакой сложности нет. Трудиться надо, но это просто. Вот это, кстати, я на этом семинаре поняла очень четко, что успешные женщины, они уже так устали вот от этих лоплей там. Вот назад не получала, но все. И вот для них это вообще не проблема. Вот они об этом говорят уже когда давно пройденном этапе, что они это уже не считают вообще никакой проблемы. У них совершенно другие какие-то уже категории, совершенно другой уровень. И вот эти консультанты ленивые, которые подходят там и влеют, что там у них проблемы с привлечением, с продажами и прочее, они прям так смотрят уже. Но терпеливо, снова здорово начинают облиться. Так же, как и Юля сейчас. Просто если вы не делаете 50 звонков в неделю, мне не о чем с вами разговаривать, потому что что мы будем обсуждать? Ваши три звонка? Я вам 100% даю гарантию, что если вы будете продолжать делать 1-3 звонка в день, вы никогда не станете лидером. Вы хоть 20 раз заходите на программу. Я сегодня поняла это, вчера слушала еще там, ну как бы, да, очередного коуча или как, то есть в поисках вот этого, где, чего, кого послушайте. И, как бы, вчера у меня вот эта мысль осознала, что у меня выбора нет. То есть у выбора нет, я это, я выглянула, что-то это вот еще, наверное, о, буду звонить, не буду звонить, там еще что-то. И вчера меня вот прям вот припечатала. У тебя нет выбора. Ты звонить должна каждый день 10 звонков. У тебя нет выбора. То есть, наверное, где-то у меня были иллюзии, что, не знаю, я там с Наташей пообщаюсь, там еще с комментами, они какие-то у меня мифическим образом базовые там в группе наберутся такие, да, там. Вот и раз, и мы там, и первый месяц. Я там еще пойду кого-нибудь зарегистрирую, еще пойду зарегистрирую. Я же написала, да, там себе 4 новичка от 3 базовых, вот, уже там 12 базовых. Ну, пойду попродаю, еще там найду какой-нибудь корпоративный. То есть, я все время, получается, сама с собой хитрю. Какие-то вот эти вот хитрости придумываю, мудрости, да, сейчас чего-нибудь, да, какой-то ангел мне чего-нибудь тут поможет. Ну, вот, а вчера вот прям меня припечатала четко, что у меня нет выбора. И пока я не начну делать звонки, назначать встречи и вот всю вот эту классику, да, я не сдвинусь хоть миллион раз, я буду заходить, выходить, заходить, выходить, вот это. То есть, выбора нет. Ну, вот, принимаю это и... Можешь попросить, чтобы чай разогрели, он холодный там как-то. Ну, гретьте, надо сейчас просто налить. Сами не огрею. А, сами? А, малыш. Мы кс-турсами хозяинничаем. Ну, я ответила на ваши вопросы? Да. Быстренько, что для себя взяли, что будете делать? Полезно. Выслить от возможностей. Выслить от возможностей и думать не о своих переживаниях, о людях, чтобы улучшить их жизнь. Угу, отлично. Супер. Угу. Понимить свою значимость. Угу. Потому что я, видимо, слишком много думала, что подумают, а что скажут. Ой, честно, я буду с вас поговорить, и вообще-то не надо. Потому что нам нужно все, я буду с вами не занимаюсь. Что даже спросили. Уже звонки пришли. Угу. Супер. Света? Я звонки буду делать. Тут все от печки получается. Как ни крути, и буду делать звонки, и 10 звонков в день. Угу. В день это минимум. То есть, я понимаю, что у меня там сколько есть, там 160, там, или сколько, там, 250, каких-то контактов нет. Сейчас вот их нужно отработать, позвонить, пригласить. 10 звонков, вечером анализ. Все записывайте на диктофон, и сами себя слушайте. Потом представьте себя на месте клиента, и подумайте, вы хотели бы вообще, если бы так с вами разговаривали, вы бы согласились, и мне это очень помогает. Ну, я очень тороплюсь. У меня вот, знаете, как получается, люди, которые слышат у меня, например, вот послушай, сейчас я сделаю звонок, да? Ну, то есть, там, мужа прошу, там, еще кого-то прошу. И человек, который слушает, вот, ну, Ирина тоже, мы с ней в офисе такое проводили один раз. То есть, я стараюсь быстро выпалить. Человек еще там не понял, что я выпалила, да? И такая, все, типа, я же позвонила. То есть, сам процесс, процесс свершился. А смысл в этом процессе? А цель этого звонка, да? То есть, что-то прямо тарабарило, и очень быстро говорю. То есть, несколько раз я это замечание получала, даже на мастер-классах, да? То есть, раздувает от знаний каких-то от обилий информации, которые хочется вывалить на женщину, а она потом вообще не понимает, что, зачем вот это все я не сказала. Да? То есть, как-то вот сузить поток слов. Иногда вот скотч слушать, что тебе говорят. Отлично. Вы должны себе ставить планку, и наказание у вас должно быть. Я с удовольствием помыла в качестве наказания площадку. Пошла и помыла площадку. Нет, это слишком легкое наказание. Я вам сказала с удовольствием. Это слишком легкое. Я про что и говорю, да. То есть, как бы я себе сделала такое наказание, там не выполнила, пошла и вымыла там площадку в подвесе. Нет, другое наказание. Я вам придумаю наказание. 400 долларов? Нет. Если она не сделает 50 звонков, то месяц голову не мыть. Жестко. Я каждый день мою. А мне плевать. 50 звонков за 5 дней. То есть, 5 дней я мою голову. Если не сделала, то есть, сделала, помыла. Сделай еще 2 минуты и ходишь. Наказание действительно должно быть страшным, иначе оно вас никак не мотивирует. Понимаете? А потом прихожу и рыгать. Так, ты смытой головой пришла, да? Нет, но это не должно быть так. Никто за вами следить не будет. Это нам рисует. Ну, понятно. Шутка, конечно. Ирина, скажите, а как вот, ну вот, хотя бы вот элемент, какое-нибудь самое примитивное приглашение на мастер-классу? Даже просто, ты же звонишь человеку? Я иногда бывает звоню и что-то мучаю, мучаю, а я ничего, даже не скажу, зачем я звонила. Другой раз. И кладу трубку. В итоге я полчаса времени потратила, во-первых, я столько времени с ней разговаривала, пока я узнаю, как там мои котятки, ребятки, муж, там, сестра-муж. А главное времени с ней разговаривала. А главное, я не скажу. А главное, я не скажу. Цель какая? Пригласить на мастер-класс. Хорошо. С приглашением на мастер-класс. Все то же самое, что и с бизнес-интервью. Вы должны выявить потребности и предложить человеку то, что он хочет. Ну вот, а выявить потребность... Ну где мы с вами познакомились? Ладно. Ну, допустим... Не китирование проводили. Ну, какое-то китирование. Да нет, самое простое. Визитку дала, что-то покупала. Вот я цветок вчера покупала. Это взяла обратную связь? Я взяла обратную связь. Она, да, записала. Ее зовут Александра, девочка. Цветочек продавала. Ей было интересно и уход. У тебя какой пример? Я не беру обратную связь. Ну, это поздравляю. Не о чем разговаривать. Сначала возьми обратную связь. Потом мы будем говорить о звонках. Нет, ну она, допустим, звонит кому? Знакома. Ну, допустим, вот вчера я познакомилась с девочкой. И вот с ней как раз разговаривали о возможностях моряки. Ну, мы просто пообщались. Это вот чисто. И вот у меня есть ее номер телефона. Мне нужно ее позвонить, пригласить на мастер-класс. Ну, хорошо. Ну, вот ты звонишь там, не знаю, как ее зовут? Настя. Настя. А вы при каких обстоятельствах познакомились? В чашке чая. В гостях. Ну, как она пришла в гости, я пришла в гости. Мы познакомились. Ну, вот общий знакомый. Ага. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Настя. Да. Очень приятно. Я тоже Настя. Здравствуйте. Вы меня помните? Настя живет безумно. Да. Отлично. Ага. Мы с вами за чашкой чая познакомились, обменялись телефонами. Вот. У Крыловых. Да. Хорошо. Вы знаете, я еще дала вам свою визитку, потому что я хотела, я как специалист по косметологии визажу, да, хотела сделать вам один замечательный подарок. Скажите, пожалуйста, ну, для этого мне нужно узнать, что вам, какие у вас интересы, чтобы я могла бы знать, мог ли я быть вам полезной. Да? Есть ли у вас минут пять сейчас, чтобы ответить на пару вопросов? Ну, да, есть. Замечательно. Да? Скажите, пожалуйста, я вот давайте назову несколько тем, если какие-то из них вам покажутся интересными, то вы мне скажете об этом. Окей? Угу. Профессиональный уход за кожей лица, системный уход за кожей вокруг глаз. Из этого что-то интересно? Ну, интересно вот именно профессиональный уход. Угу. Замечательно. Теперь уход за губами, уход за шею и декольте, уход за телом. Какие темы из этих вас интересуют? Уход за губами. Угу. Замечательно. Угу. Хорошо. Салонные процедуры на дому, да? С максимальным эффектом, да? Омоложение, уход за руками и ногами. Салонные процедуры на дому. Отлично. Угу. Искусство макияжа, да? Подарки на любой вкус, например. Ну там, не знаю, солнцезащитные средства. Угу. Искусство макияжа. Искусство макияжа. Замечательно. Спасибо, Настя. Здравствуйте. Я вижу, вы отметили следующие темы. Искусство макияжа. Салонные процедуры на дому. Профессиональный уход за кожей лица. И губами. И уход за губами. Скажите, пожалуйста, какая из этих тем для вас сейчас самое важное? Макияж. Замечательно. А почему именно эта тема? Ну, я давно не обновляла. Мне интересно узнать новые тенденции. Ну, как новые цвета, новые текстуры. Угу. А какой у вас самый уровень в визаже? Что вы уже знаете? Ну, тушью пользуюсь. Иногда тональный крем наношу. Ну, редко. Угу. В основном тушь. Два от Попушка. Угу. Угу. А что бы вы хотели узнать? Мне вот нравятся женщины, которые… Вот на них смотришь, и у них такой… Вот вроде бы не видно вот ярких таких оттенков, но лицо смотрится очень дорого, лощёно. Угу. И очень красиво проработаны глаза вот такими тенями. Вроде бы вот естественно, но очень красиво и видно, что ухоженная женщина. Угу. Ну, вот эта вот именно дороговизна макияжа, она же из нескольких показателей, да, может состоять? Например, это сам тон, да, скульптурирование, да, там, например, макияж глаз непосредственно, да, там, какая-то там форма губ, брови и так далее. Из этого что бы вы хотели? Какое-то что-то отдельно изучить или вот всё вместе? Ну, да, мне бы всё вместе хотелось в комплексе. Угу. Замечательно. Ну, смотрите, если я правильно поняла, что вы хотите быть такой изумительной, лощёной, красивой женщиной, чтобы когда на вас смотришь, да, не было никаких ярких оттенков, да, но макияж бы был такой дорогой, да, такой шикарный, да, профессиональный. Отлично. Есть несколько вариантов, да, то есть мы можем с вами встретиться, да, на пробную, да, встречу, и я покажу вам что-то, например, в отношении, например, макияжа глаз, какие есть новые тенденции, да, как сделать это неяркими оттенками, очень красивый нюдовый макияж, очень красивый дневной макияж, да, вот, который подчеркнёт ваши достоинства, скроет все несовершенства, и ваши глаза будут выглядеть просто великолепно, да. И потом мы можем решить, да, в дальнейшем как нам сотрудничать с вами или нет, вот, я помогу вам подобрать палитру оттенков, покажу техники, как этим пользоваться, будет очень здорово, очень весело и очень классно, да. Или же вы можете прямо сразу записаться на полный курс, да, это групповое занятие, да, я его провожу в такие-то дни, да, вот следующий базовый курс у меня начинается, туда входит уже комплекс занятий, это 4 базовых занятий, после которых вы, конечно, не сможете работать в визажистом в салоне, но себя классно красить, всё именно для себя, куда вам, куда, да, вести что и какие цвета, это вы будете знать очень хорошо и идеально, и более того, вы несколько раз потренируетесь, чтобы вы уже дома это могли самостоятельно делать при помощи каких-то очень хороших качественных продуктов. Какой вам вариант больше подходит? Ну, вообще у меня не так много времени, а вот эти 4 занятия, сколько они стоят? Отличный вопрос, да, ну, предположим, это уже каждый как хочет, да, например, они стоят, например, там, не знаю, там, тысячу рублей или три тысячи рублей, да, но после этого в конце, помимо занятий вы можете из тех продуктов, которые вы использовали, которые вам точно подходят, да, например, вы выбрали те оттенки или, там, те кисти или, там, те это, что вам подходит, вы на три тысячи можете набрать для себя совершенно бесплатно. Вот это маркетинг. Мне нравится. Какой вы выбираете, Варина? Ну, да, я пойду на серию. А что входит в серию, то есть мы только будем краситься в серии макияж? Ну, да, то есть там входит уже, я вам вышлю, да, полностью, как бы сценарий, там, 4 базовых занятия, да, там, по цветотипам там идет, да, потом контурирование, да, потом брови, ресницы, губы, макияж глаз дневной, да, и нюдовый, и вечерний макияж глаз, вот, ну, и вообще, как бы, это очень интересное, такой новаторско-инновационный, да, проект, там вы узнаете о психологии макияжа, потому что, как бы, тот макияж, который кому-то подходит, да, для вас он будет выглядеть просто ужасно, то есть нельзя лепить на себя то, что у других все, потому что у каждого есть свое представление о красоте, и как это вам сделать, чтобы на вас это не выглядело нелепо, дико, и чтобы вы сами не ужасались, и люди тоже, да, не говорят, что с тобой дорога, вот, в общем, это классные такие штыки, вот, там будет. Ну да, Юля, запишите меня. Хорошо, ну, смотрите, если вы, например, приходите с подругами, да, то есть записываете на курс подруг, да, то за каждую подругу вы получаете 500 рублей скидку. То есть... Скидку или она может плюсом на 500 рублей выбрать? Еще что-то. Разницы нет. Вы можете принять все что угодно. Она тут уже пришла, что она может выбрать. Нет, я имею в виду, что вы будете платить меньше, а выберите косметики также на 3 тысячи. То есть, или вы что, вы говорите, что хотите. Я просто от фонаря говорю. Понимаете, это просто... Вы можете говорить все, что хотите. У вас свой бизнес, свои финансовые возможности, свои идеи и так далее. Суть в том, что я просто выяснила, что тебе надо, и предлагаю тебе несколько вариантов, как ты можешь получить то, что тебе надо. И это то, что тебе надо, я оборачиваю в какую-то красивую эту. То есть, я тебе предлагаю не просто то, что тебе надо, а еще больше, чем ты ожидаешь. Вот и все. А дальше просто технический момент, когда, где, куда, там, сколько, там, хозяйка. Спасибо. Очень, очень круто. Абсолютно ничего крутого. То есть, это абсолютно каждый человек может делать, если вы фокусируетесь на двух вещах. Вам нужно просто выяснить, что людям нужно, что им интересно, что для них важно, почему для них это важно, чего они хотят, чего они ожидают, да, и так далее, да, какие у них, там, потребности, желания. А потом просто дайте им то, что они хотят, да, но то, как красивое. Все. Ну, а бывает же такой, говорит, нет, я ничего не хочу. И без проблем, я говорю, ужасно жаль, да. Ну, как бы, если я спрашиваю, интересно ли им какие-то там акции, там, подарки и так далее, могу ли я вас информировать, если это будет. Здесь, как бы, цель не в том, чтобы абсолютно все пришли на мастер-класс. Это неправильная цель. Цель в том, чтобы помочь человеку получить то, что он хочет. Точно так же, как цель на бизнес интервью, не в том, чтобы она подписалась. Мне не нужно, чтобы она подписалась. Мне нужно, чтобы она достигла своей мечты. Это разные вещи совсем. Угу. Если вы можете ее даже силком заманить на мастер-класс, но вы вообще попали не в ее тему, например. Например, вы хотите макияж, но вы затащили на какую-то другую, там, не знаю, по ногтям ее. Или по ароматам. Ну, набрызгали ее, но у нее абсолютно вялая такая реакция. Ну, нормальный аромат. Ну, пойдет. Ну, понятно. И что? И что? Это что, она плохая? Вы плохая? Нет. Вы обе хорошие. Просто у вас нет точки соприкосновения. То есть вы вместо десятки куда-то, ну, не в десятку попадаете, а куда-то там. В молочко. Тыкаете, да. Угу. Я не верю, что если человек чего-то очень сильно хочет, и вы ему это будете предлагать, он будет отказываться. Только если он сумасшедший. Ну, вот все же люди хотят хорошо жить, да? В это входит некий набор стандартных каких-то вот моментов. там, большая уютная квартира, там, дорогая машина, путешествие, вкусная еда, там, то-си-бо-си. То есть принять это как данность, что каждый человек хочет вот именно вот этой вот красивой жизни или именно что-то вот одно выбор? Каждый хочет. Каждый хочет человек разного. То есть вот эти стереотипы, это неправильно? Конечно. То есть есть какая-то вот прям сокровенная мечта, да, у каждого? Конечно. И задача вот ее как-то вот выколупать. Да, вы не должны пытаться людей подогнать под какой-то свой там стандарт или еще что-то. Вы просто должны тупо слушать. Бог любит разнообразие. Да, люди очень. Ну просто вот это шаблон некий, да. Люди там вот когда спросишь, о чем ты мечтаешь? Вот я хочу там хорошо жить и не работать, да, там, или там вот путешествовать, или там, ну, квартиру хочу, хочу в ресторан ходить. Ну, грубо говоря, хочу много денег, вот говорят, много денег. И же пирамида Маслова еще. Девушки, именно поэтому вы беседуете долго, потому что я не задаю один вопрос и не получаю там то, что она мне говорит, и радостно с этим не скачу. Угу. Я с вами разговариваю до тех пор, пока я не нащупаю того, что вы действительно хотите. Да, вот, то есть вот такие фишечки, когда вот из студенчества, да, вот мне прям вот раскрывают, да. Я же вас слушаю, не обязательно человек может быть, если вы его спрашиваете, о чем ты мечтаешь, да, он мир во всем мире, да, и так далее. То есть, во-первых, он не сразу раскрывается. Не сразу, он приходит настороженный, сидит, хочет слушать тебя, что ты ему скажешь. И когда ты уже начнешь в него, так сказать, деньги из него вымогать, сидит, прям это чувствуется. Ну, а вы не вымогаете деньги, а вы его слушаете. И внимательно вы слушаете, и вы имеете в виду, что люди не все умеют, во-первых, адекватно выражать свои мысли. Потом не все они искренне сразу начинают говорить, но вы по каким-то там показателям, вы, я еще раз говорю, у вас вот эта интуиция, она от опыта придет. Я ничем вам не могу помочь, пока вы 100 бизнес интервью не проведете. Вы должны проводить, проводить и слушать, а потом себя записывать. И самая большая проблема, что консультанта невозможно заткнуть, он везде начинает лезть со своими этими, ой, а у нас как раз вот тут, да, там, о, у нас конференция, у нас именно, о, вот машину как раз давай сейчас, это, да, или еще что-то, еще что-то. Самое тяжелое, это именно слушать людей. У меня вот был такой момент, что я каждую женщину так рассматривала, как бы ее вот зацепить бы куда-нибудь бы. Я на самом деле уже предлагаю закончить.